Сегодня по утру жителей далекого Ивделя переполошило пожарище на улице Заводской на территории бывшей 62-й колонии. К слову, предпоследней зоны Ивделя-Лага, дожившей до наших дней. Впрочем, о тяжелом колониальном наследии ГУЛАГа мы еще поговорим, но позже. А пока о том, что не бывает дыма без огня. И того, и другого сегодня хватало. Клубы черного дыма изрядно подчернили Ивдельские небеса. Но никакого пожара в недрах, ликвидированной еще прошлой осенью, мужской колонии общего режима не было, сообщила пресс-служба ГУФСИН. В том смысле, что это был не стихийный пожар, а полномерная утилизация путем сжигания разобранных деревянных конструкций производственного участка, вероятнее всего, бывшей пилорамы, некогда существовавшей в этой самой колонии. По информации руководителя пресс-службы ГУФСИН Александра Левченко, на специально оборудованной площадке на территории бывшей колонии, под присмотром двух расчетов ведомственной пожарной части 63-й и К, сегодня было ликвидировано одно из деревянных и давно сгнивших строений, построенных еще во времена ГУЛАГа. Пресс-службе МЧС подтвердили, сигналов о пожаре на территории расформированной Ивдельской колонии не поступало. Хотя, конечно, сообщение ряда СМИ о том, что силовики якобы сожгли одну из уральских колоний, звучит интригующе, но не вполне достоверно. В прошлом мае, 8-го числа, в 62-й колонии действительно был пожар, совершенно стихийный. Тогда Красный Петух залетел на чердак клубного здания. Через неделю после того самого пожара, по приказу Минюста, колония была ликвидирована, как нерентабельная по факту и бесперспективная по сути. ГУФСИН объяснял это тенденцией к тотальной гуманизации общества, к расширению числа исправительных центров и сокращению колоний. В прошлом веке тенденции были иными. В начале 50-х, в период своего рассвета, Евдель-Лак насчитывал 57 лагерей. Теперь осталась лишь 63-я колония, единственная в губернии с особым режимом, из ЕПТК, едиными помещениями камерного типа, которые вольные люди называют тюрьмой, а зэки, те, что из блатных, крыткой. В 2018-м была ликвидирована так называемая лечебка, лечебно-исправительное учреждение 58, в поселке Надымовка, Евдельского района. А год спустя закрылся знаменитый черный Беркут, ИК-56, для зэков, получивших пожизненный срок, в поселке Лозвинский в 25 верстах, севернее Евделя. В 62-й ныне полусожженной колонии до ликвидации содержались полторы тысячи заключенных. После расформирования зоны их разбросали по другим лагерям.